Крымская панамологическая станция – крупный научно-сельскохозяйственный центр. Здесь хранится уникальная в мировых масштабах коллекция из двух с половиной тысяч сортов деревьев, каждая из которых представляет ценность как генетический материал для селекции, который больше нигде в мире не дублируется. Это же научное предприятие, это не сельскохозяйственное предприятие. Это уникальная коллекция, в которую в ее восстановление вложено на всякий случай чуть меньше миллиона долларов, почти миллион. Ее восстановили, она восстановлена, она уже есть, и она никому не нужна. Каждый сорт стоит, чтобы взять за рубежом сорт, право на сорт, 100 тысяч долларов. Значит, каждая по справке центра генетических ресурсов, значит, каждое три дерева одного сорта, вот по факту, стоит от полутора до двух с половиной тысяч долларов. Иностранцы вырвут ее с руками, если им предложить. Поэтому надо за нее бороться. У Министерства сельского хозяйства Республики Крым коммерческий интерес к нашему предприятию есть. Они готовы работать. Лишь бы вы определились все-таки, где мы, как мы, что мы. 218 гектаров, на которых расположено предприятие, находятся на территории Севастополя. Республика Крым заявила права на станцию, основываясь на ее косвенной принадлежности к Никитскому ботаническому саду. В правительстве Севастополя выясняют, какие права может предъявить на предприятие город. На нее имеют виды Никитский ботанический сад, который относится к Республике Крым, городу Симферополю, которые хотели бы сохранить свое право за панологическую станцию. В это время по нормам российского законодательства станции не существует. Она не прошла перерегистрацию. Для города очень важно не только то, что панологическая станция – это определенный участок земли и набор каких-то объектов недвижимости. Безусловно, хочется, чтобы для города была польза и научного характера, и любая другая позитивная деятельность Крымской панологической станции или объектов, на ней находящихся, она городу всегда будет полезной. Депутаты законодательного собрания решили создать комиссию для того, чтобы определить дальнейшую судьбу панологической станции. Ирина Саркисова, Павел Красиков, Севинформбюро.